всем привет всем привет а я уже у городе джо в городе сходила до врача на гинеколога тоже я была так знаете посмотрели меня толком толком не толком по-быстрому думаю запишусь к своему заодно вот узи не могу не занесла ну скажу будет все на месте и спросила еще рожать детей забеременеть маша мало ли как бы я себе ставлю до 45 лет такую планку что можно еще родить я понимаю что будет тяжело что будет трудно но все же какой-то такой у меня стоит внутри такая такая галочка что можно еще родить но это понятно что я не хочу рожать специально да как есть женщины чтобы я родила второго ребенка нет ни такого нету желания но у меня есть желание построить какую-то вот счастливую семью если я встречу мужчину с которым я буду счастлива который меня будет любить да и нас будет полная гармонии я родила бы ребенка вот от него но если что мне уже вот 41 врачи начали меня короче наезжать скорее какой автор ребенок ждите внуков уже вам уже поздно ведь если же это уже сейчас то есть начали на меня уже так не давить и подавать давай ну сейчас мы не они готовы кем сказал я могу не забереметь а вы хотите я говорю но я не знаю как то не знаю то есть как то не знаю ну я чем не буду рассказать всю историю своей жизни что я все же еще мечтаю какой-то счастливой семье вот и до 45 не остались такую возможность еще родить хотя многие говорят что конечно тяжело и все вот это не знаю выгляжу я молода как мой организм справится в дужке рожу и резко постарею кто там среди моих подписчиков поздно родил после 40 42 43 рожал пишите в комментариях как оно тяжело или нет где прохожу мимо брестского роддом это старый роддом старое здание сзади него будет новое здание здесь такое наверное сохранение лежат роженицы но у нас беларуси серьезно относится появление ребенка она сказала вы должны прийти вдвоем с партнером обследоваться полностью на скрытые инфекции начать пить витамины полевую кислоту и все вот это да ребенок дело серьезное вот не знаю как проходит подготовка в испании пишите мне кто отражал в испании как наблюдается вообще беременность серьезно ли относится к этому процессу нет что я поняла что беременность ведет акушерка гинекологу очень сложно попасть вот я когда заходила в кабинет акушерки выходила беременная я так поняла что акушерка ведет беременность я не знаю как там вначале как они там это все проверяют но потом вот там взвесить наверно посмотреть сердцебиение туда все всем этим занимается акушерка мне очень интересно как обстоят дела в испании где-то рождением и появлением детей тебя для испании вот 40 лет это вообще молодость они начинают жениться там 35 40 40 40 заводить детей только но понятно что у меня генетика не испанки а белорусские но все равно как бы для испании я очень молода по испанским меркам точно могу еще иметь детей никто мне в этом не откажет да но беларусь у меня продолжите жизни наверно 65 лет поэтому поэтому конечно же медики перестраховываются и вообще испанцы не хотят иметь детей в свое время максимум один ребенок потому что якобы дорого содержать детей там учеба все дела короче испанцы хотят жить хорошо не хотят жить в нищете бедноте и сейчас у них это вот нелегальная иммиграция где-то легально это нелегальная плывут на лодках с африки и люди живут на пособие и почему на пособие у них по трое детей и там я что смотрел по 300 евро на человека до приходится то есть если семья пять человек тысячи ответственных получается и нормально им живется даже может даже больше не знаю короче эти иммигранты работать не хотят живут на пособие привозят своих детей а испанцы своих детей рожать не хотят вот таким образом увеличивается население испании за счет иммигрантов но если от этого польза потому что люди сядут на пособие они то не работают они то не приносят так как прибыль государства по сути испанцы платят свои налоги на содержание вот этих иммигрантов вот такая интересная тема кто них из испании сможет пишите в комментариях обсудим обсудим этот насущный вопрос а я я счастливая и довольная пообедала у своей любимой сестрички до зашла так сказать на свой страх риск пообщаться с мириться и шапу нам не оформила документы и оказалось что я был вкусный рисовый гречка котлетка я говорю как какой-то комплексный обед у меня получился бесплатно я дом была еда но я хоть домой возвращаться не было смысла я это было уже по 2 я оформил ее документы на меня подписала все и я вот уже приехала брест энерго брест газ и брест энерго чтобы переоформить собственника все переделась и дела переоформила тут газ и свет мне так казалось что так срочно сделать все равно главное платить я уже приехала в центр города потому что была на другом конце города а прямого транспорта нет ни маршрутки не автобуса поэтому я приехал троллейбуса сейчас сделала пересадку зайду магазин и иду на свой транспорт ехать домой так устала так спать хочется пол пятого а кстати видео выйдет поздно я пока ехала автобусе смонтировала за вчерашний день никогда его загружу не знаю короче видишь не выйдет поздно все же после обеда такая жара на тело было в 12 часов даже был прохладный ветерок еще такая жара не такая как была что было вообще невыносимо не знаю раз в 35 раз в 30 но тоже очень жарко я уже иду домой приехал к себе на район получается переоформила этот газ электроэнергию мне осталось водоканал и мусор я посмотрела что мусор сегодня до без 15 4 работают а водоканал в той же степи поэтому я решила не то смысл у меня сейчас я хотела только водоканалов я уже на следующей неделе закончу переоформление и на следующей неделе пойду подам на развод уже прошло три месяца три месяца три месяца я в беларуси да представляете давайте посчитаем 25 апреля я приехал 25 мая 5 июня до 25 июля будет три месяца вы представляете три месяца как быстро время летит и как бы я думала это решение взвешенное говорится конечно есть сожаление есть привязанность есть привычка есть нежные чувства к этому человеку ну как говорится жить мы вместе не можем и назад дороги нет все же вот это нервотрепка не для меня мне сейчас так хорошо мне все пишут что я расцвела в Беларуси может и так потому что мне реально все делают комплименты мужчины бесконечно пишут хотят познакомиться короче я решила что ставить крест на молодой такой красивой девушке говорится куй железо пока горячок так что буду активно знакомиться первый мой приезд я приезжала мне не хотела знакомиться как-то я была разочарована в этих отношениях и все вот это но так как я уже психологии три года я уже проработала все свои так сказать травмы затыки говорится на разводе жизнь не останавливается только начинать тяжело принять решение о разводе это да я говорится год еще в том году я была не в ресурсе абсолютно разводиться мне это не хотелось мне это было удобно жить с этим человеком вторичная выгода жертву да мне было удобно не работать чтоб меня содержали да не хотелось мне ехать беларусь и работать здесь за три копейки но говорится всему есть терпение заканчивается вот и мое теперь не закончилось и все же я в итоге приняла решение уехать из испании и развести со своим испанским мужем и вы знаете я даже не думал что так начну быстро знакомиться я думаю через полгода я поставил себе такую планку но сейчас я понимаю а чего нет как психологи да советую там через год знакомиться принципе я мне кажется я все свое проработала все свои кирица минусы вижу буду знакомиться и буду уже это так сказать как говорил лобковский ходить на свидание и отсеивать и смотреть то нравится устроить заново отношения до надеюсь этот раз мне повезет я построю наконец-то счастливые гармоничные отношения на буду счастлива своей жизни а то что-то этот геморрой с абьюзом не уже поднаем уже я так не хочу нет как-то хочется быть счастливой и любимой есть мужчины и женщины знаете после неудавшихся отношений ставят на себе крест и горит мнения я большего отношения нет хочу я же как-то птица феникс как у меня было этих неудавшихся отношений из раза в раз стою и иду новое новое отношение так сказать возрождаюсь из пепла и начинаю заново знакомиться жизни было две большие созависимости это когда вот случился мой первый развод мне было было двадцать три наверно а парни двадцать пять это кажется как была у меня такая безумная первая любовь такая серьезно и мне казалось что я уже лучше его не найду и я лет пять да по нему сохла ни на кого не обращала внимание все вот это в том как то я его подзабыла вот тоже так не познакомилась со вторым и что вы думаете буквально через наверно года четыре среди нас этот мексиканец мне я уже думала все проработанное и будет мне счастье опять вляпалась дерьмо понимать опять созависимость опять не знаю на пять лет я по нему сохла и мне казалось что это лучший мужчина на планете понимать долго вот этого тоже долго прорабатывала вот только-только мне стало отпускать я уже надеюсь что мой мозг подуспокоился и больше ему такие приключения на жопу не нужны я уже буду адекватно оценивать ситуацию надеюсь я уже полюбила себя подняла себе самооценку что я потрясающе на мне наклеечку на телефоне напоминалочка поэтому поэтому я уже надеюсь что у таких абьюзеров манипуляторов выбирать мой мозг больше не будет вообще-то даже как подсознание выбирают знаете какая такая стоит программа в голове типа выбери его выбери его нет все хватит теперь буду выбирать людей создавшихся кстати вот у знакомств много испанцев интересных испанцев ну как писали и говорили других видео блогеры что испанцы еще тоже невесту спридану тоже каждый раз когда я говорю что я работаю продавцом всегда у тебя свой магазин у тебя он один писал у тебя онлайн магазин другой у тебя свой магазин то есть это лучше тут при бизнесе до при бизнесе и вот только тебе не хватает мужика для полного счастья короче испанцы да хотя чтобы ты была при полном комплекте это правда ну что я первым делом сходила душ освежилась как без этого загрузила видео на канал так что заходите смотрите кто не видел моё вчерашнее видео уже на сегодня вы будете смотреть уже другое видео там я рассказываю про бумеранг видите бумеранг никто не отменял и я могу прийти на вашу работу и также качать свои права потому что у меня же они есть так я буду отдыхать после слова я там уже короче что-то постирала руками кстати купила отбеливатель посмотрела ну на хэбэшные вещи да но синтетику не очень отбелил короче что-то бель отбеливатель шею купила я заходила гостя сестре я уже говорила и она мне дала баночку ежевики смотрите как вкусно ежевика также буду кушать ежевичку обалдеть купила себе еще кальмарчика включу своих любимых блогеров до кати ваню эту юлию с испании вчера посмотрела меня сейчас два блогера которые смотрю юлию из испании смотрю кати ваню когда сажусь кушать раньше мне не было привычки на мне появилась в испании садиться когда кушать что-то смотреть раньше я когда кушала никогда ничего не смотрела вот сейчас мне надо что смотреть и что хотелось бы сказать иногда включая интервью мне начинается смотреть какие-нибудь интервью все хорошие всем огромное спасибо что вы есть у меня я у вас что вам интересно смотреть мой канал что я тоже так сказать вас развлекаю по-своему не забываем ставить лайк подписка комментарии супер спасибо сквозь рождение моей любимой доченьки юлии да надо ее поздравить всем миром всех люблю всех целую всем всем хорошего до скорых встреч пока пока